Добрый день, уважаемые наши телезрители, наши одиннадцатиклассники. Сегодня мы с вами продолжаем готовиться к единому государственному экзамену и в центре нашего внимания задание под номером 24. Это задание связано с лексической сочетаемостью, с определением лексического значения слова. С заданиями по лексике вы уже встречались. Это и задание под номером 3, и задание под номером 5, под номером 6. И вот задание 24 тоже требует от нас обратить внимание на лексическое значение слов, на использование различных приемов, которые могут использоваться в тексте. Что мы с вами должны научиться делать? Мы должны научиться находить те или иные средства выразительности. Обратите внимание, перед нами небольшой фрагмент текста, и задание к этому тексту звучит так. Из предложений 20-23 вы пишите антонимы. Вспомним с вами. Антонимы – это слова, противоположные по значению. К антонимам мы можем относить такие слова, антонимические пары слов, такие как большой – маленький, старый – молодой, белый – черный. Есть такое понятие, как контекстуальные антонимы. Что это значит? Это значит, что речь идет о таких антонимах, которые, слова в тексте которых будут противоположные по значению, но это только в тексте, в данном тексте. Например, мы сказали с вами, что к антонимам можно относить цветовые прилагательные белый и противоположное ему слово черный. Но в контексте мы можем с вами увидеть такое сочетание красный и черный. Для данного текста это будут слова-антонимы. Вот возникает понятие контекстуальные антонимы. Еще раз, то есть это те антонимы, которые будут использоваться конкретно в данном тексте. Вот давайте посмотрим с вами на этот текст. Из предложений 20-23 мы должны будем выписать с вами антоним. Потом идем к цветущей медоносной траве. Дети слышат пчелиную арфу, жужжание шмеля. А он большой, лохматый, то поднимается над цветком, то опускается. Дети в восторге, ведь это почти такая же мелодия, как и записанная. Но в музыкальном произведении есть какая-то своеобразная красота, которую композитор послушал в природе и передал нам. То есть вот так звучит задача наша, да, с вами, нужно нам найти с вами антонимы. Вот. Обратите внимание, в данном случае, в данных предложениях антонимами будут являться следующие слова. Поднимается, это глаголы, да, поднимается, вот это выражение в предложении 22, да, и опускается. То есть в одном и том же предложении. В предложении 22 есть два слова, два глагола, противоположные по значению. Поднимается и опускается. Здесь эти глаголы написаны слитно, точно так же, как вы должны будете записать их в свой лист ответов, не пропуская ни одной клеточки. Каждая буковка должна быть написана в каждой клеточке. Поднимается, опускается. Давайте посмотрим, как может еще быть сформулировано задание к этому упражнению, да. Из предложений 18-26 вы пишите один фразеологизм. Фразеологизм. С этим понятием мы с вами тоже уже знакомы. Это устойчивое выражение. Это выражение, которое воспринимается нами в переносном значении слова. То есть нельзя объяснять и трактовать фразеологизм в прямом значении слова. Когда мы с вами слышим выражение, да, вставлять палки в колеса, мы понимаем с вами, что речь идет не о прямом значении слова, да, а о переносном. То есть эта фраза «вставлять палки в колеса» означает мешать, да, препятствовать чему-то. Это фразеологизм. Есть очень хорошо нам известные фразеологизмы, такие как «бить баклуши», «цеплят по осени считают». А есть те фразеологизмы, которые не всегда бывают на слуху. Вот с ними бывает чуть труднее. Давайте попробуем найти с вами такой фразеологизм. Смотрим, предложение 18. Что это вы так пристально разглядываете? Спросил Чагин. Да, вот на фикус смотрю. Да что же вы в нем усмотрели? Упрямый субъект. В книге «Комнатные растения» сказано, если срезать побег у верхушки, фикус начинает ветвиться. А этот ни в какую. Стрижем его, стрижем. А он все растет в одном направлении. Вверх. Черта, достойная уважения. Серьезно, ответил Чагин. Вот наш с вами текст. Мы должны с вами найти здесь фразеологизм. Обратите внимание, таким выражением будет слово «ни в какую». Вот такое, да? Мы привыкли с вами, наверное, к тому, что фразеологизмы все-таки они состоят из нескольких слов. Это фразеологический оборот. Это словосочетание слов. А даже вот такое выражение, посмотрите, ни в какую является в данном случае фразеологизмом. Этот фразеологизм используется в предложении 23. И опять-таки обращаем с вами внимание, что пишется это выражение в три слова, да? Частица, ни, предлог, в и какую. Да? Пишется в три слова, но когда мы с вами записываем в бланк ответов это выражение, ни в какую, мы все с вами напишем слитно. В данном случае это выражение является фразеологизмом. Давайте посмотрим, уважаемые наши одиннадцатиклассники, на такой пример. Задание следующее. Из предложений 6.16 вы пишите синонимы. Вспомним с вами, что синонимы это слова, близкие по своему лексическому значению. Это слова такие как, подберем с вами синонимы к слову большой. Большой. Он может быть еще каким? Огромным. Он может быть гигантским, величественным, объемным. То есть все это в той или иной мере, все эти слова являются синонимами к нашему слову. Итак, мы ищем с вами слова, близкие по своему значению. Мальчик послушно ответил. Артур Конан-Дойль, долина ужаса. Не Конан-Дойль, а Конан-Дойл. Повтори, пожалуйста, имя автора. Артур Конан-Дойл. С покорностью повторил мальчик. Не понимаю, откуда у тебя эта мягкая ль на конце? Так ребята говорят. Не надо подражать ребятам. Мы должны быть не хуже их, а лучше. Не ниже их по развитию, а выше. Понял? Вот представлен текст. Мы с вами в этом тексте должны найти синонимы. Посмотрите, пожалуйста, такими словами будут являться слова послушно и с покорностью. В шестом предложении мы видим с вами слово послушно, да? И в десятом видим с покорностью. Эти слова близки по своему значению. Из предложений 1.3 выпишите один фразеологизм. То есть о фразеологизмах мы с вами уже говорили, вспоминали о них. То есть нам нужно выписать только один фразеологизм. Давайте посмотрим. Вот таким фразеологизмом будет выражение «в первую очередь». Прямо с самого начала текста мы с вами встречаемся с этим фразеологизмом. В первую очередь Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями. В первую очередь. Это фразеологический оборот. Далее. Из предложения 33 выпишите синоним к слову «жили» и «помещались». То есть мы с вами выписываем одно слово, один синоним к этому выражению. Посмотрите, пожалуйста, таким словом-синонимом будет слово «ютились». Она звала куда-то, заставляла что-нибудь делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами. Значит, когда мы с вами выполняем задания, необходимые нам упражнения в этом задании 24, что мы должны с вами делать? Во-первых, мы должны с вами очень внимательно прочитать текст. Очень внимательно. Второе. Мы должны с вами точно прочитать задания, которые требуют выполнить. То есть что нам нужно сделать? Найти синоним или найти антоним, найти фразеологизм. Не забываем с вами о том, что и синоним, и антоним могут быть контекстуальными, относящимися конкретно к данному тексту, быть в данном тексте. Найти нам нужно, что мы с вами будем определять. Синоним, антоним, фразеологизм или какое-либо другое средство. Это будет под цифркой 2. Далее. Мы с вами должны, естественно, внимательно читая текст, понимая то, что мы с вами должны найти, определить эти слова, близкие по значению или противоположные по значению, или найти выражение, которое будет использоваться в переносном значении слова, как устойчивое выражение, часто используемое, и выписать это значение, это слово выписать в ответ, и оно должно быть правильным. Так. Ну вот предложение четвертое. Мы тоже видим с вами использование фразеологизма. Давайте посмотрим с вами. Это слово «не мог прийти в себя», выражение, которое мы часто с вами видим, да? Посмотрите, пожалуйста, вот оно, да? «И долго не мог прийти в себя». То есть мы с вами выписываем не какой-то кусочек фразы, не какое-то отдельное слово, а весь оборот мы с вами должны записать вместе. «Не мог прийти в себя». Все мы с вами выражение пишем слитно. Так. Из предложений 2-3 вы пишите антонимы. То есть мы должны выписать с вами, смотрите, антонимическую пару. То есть этих антонимов будет как минимум несколько, да? Вот такой антонимической парой будут два антонима. Старым, молодым. Так. Синонимическая пара. То есть здесь тоже будет у нас с вами два синонима. Два синонима. То есть два слова близких по своему лексическому значению. Посмотрите, пожалуйста, такими словами будут слова «растет» и «невестится». Вот такими. То есть это синонимическая пара, контекстуальная. Обратите внимание. «Растет» в 34-м предложении по всему огороду. «Невестится» каждую весну. То есть в жизни мы понимаем с вами, да, эти слова не являются синонимами. Но в данном тексте, в данном тексте слово «растет» и «невестится» будет являться словами-синонимами. Вот таким образом мы с вами должны работать над заданием 24. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Спасибо.